Доброе утро, дорогие друзья. Ну что, поехали. Новый курс, новый цикл, новый период. Сейчас еще несколько дней суккота, мы перевернем страничку и снова отбрешито и пошла Тора опять. Но пока суккот. Суккот великий праздник. Праздник суккот написано в книгах мудрецов, что он намещает себя события целого года. Вообще слово год появляется в Торе с названием только одного праздника суккот. Сказано в книге шмот об этом. Праздник на повороте года. Вот и мы с вами поворачиваем, поворачиваем, надеюсь, к хорошему. Пишут, что неделя праздника суккот отмечает себя все недели, прошедшие с начала года. Если мы виделись с построения мира, то эта неделя питает весь год. Чтобы человек, написано, не забывал о цели своей жизни. Что Бог, понимая, что мы с вами отвлечемся обязательно, в своей великой мудрости, приказывает нам в это время. Взять и покинуть наши дома и селиться в неустойчивых суке, посидеть, посмотреть, попробовать, как это без крыши над головой. Потому что в этот момент, когда ты заходишь в сукку, ты должен проникнуться чувством, что ты полагаешься только на Всевышнего и нет другой на земле охраны. И вот это значит, что ты в истине пребываешь. Вообще, написано, надо человеку сесть и подумать. Ведь жизнь есть жизнь, запасы зерна, вина, оливкового масла остаются позади, а с собой ты заберешь через 120 лет только запасы вечные, хорошие дела, какую-то сделанную митву и так далее. Вот в этом преимущество того, что дает нам суккот. Это, кстати, является еще и причиной того, что во многих общинах читают во время праздника суккот книгу Экклезиаста. В некоторых, правда, читают еще Экклезиаста в Шаббат, Холямо и Цуккот, но неважно. Почему? Потому что книга Кахелид, она написана умнейшим человеком, царем Соломоном. И она очень много мыслей, размышлений о суете-сует. Пишут, что когда человек все поймет, он поймет, что все суета-сует в этом мире. И заканчивается эта книга следующими словами. Выслушаем сущность всего. Вот всего, самый великий, самый умный человек понял суть жизни, да? И что там написано, да? Бойся Бога и заповеди его соблюдая, потому что в этом все для человека. То есть, казалось бы, нужны какие-то великие формулы. Вот она, великая формула. В этом смысле для нас суккот является праздником жатвы. Он учит нас собирать, удерживать, сохранять какие-то все те религиозные подъемы, испытания, которые были в течение года. Вообще, вот, когда мы говорим о Боге, у нас говорят, что единственное, что можно понять о Боге, это то, что Он был, есть и будет. Был — это праздник в Пейсах, когда выходили люди из Египта. Есть — это Шавот. И был — это Суккот. Суккот — это праздник будущего. Здесь вообще суть понимания праздника Суккот — это ключ к разбору результатов. Нам надо в эти дни окончательно уже, вот то, что мы не успели, проанализировать, как прошел год. Именно в эти дни мы должны построить планы на будущее. Вот он — Суккот. Вообще, Суккот возвращается к словам Тигилим. Одного я просил у Всевышнего, и об этом уже буду просить впредь, чтобы сидеть в доме Всевышнего все дни жизни и так далее и тому подобное. Это Тигилим. О чем разговор идет? Что значит сидеть? Это про суку. Это про суку. Вообще, вот, когда в Советском Союзе была единственная сука была в большой московской синагоге, и там сидели старики, они так выражали свою мысль. Сука — это единственная заповедь, в которую человек может залезть целиком. Голова и сапоги вместе. И вот сидели там долго, общество старается сидеть в Сукке. В Сукке — как в модели храма, модели исправленного мира. Заключается много тайн. В емкий пор, когда раскрылись все великие миры, и это наш маленький мир, отражающий примитивные желания, оказался таким далеким от совершенства, что, несмотря на все прощения, требуется глобальная переделка. И высшая милость Всевышнего написана, проявляется в том, что он дает возможность человеку самому исправить этот мир. Как мы начинаем строить суку? Сука — это модель мира. Мы начинаем строить. И сразу начинаем исправление мира. Он помогает нам. И к нашим материальным делам добавляется высший свет. И тогда раскрывается вот в этом нашем действии, казалось бы, простом. Вот те действия, которые называются строительство храма. Первый храм тоже был во многом спущен с неба. Во многом, не во всем. Второй, во второй, в основном, построен снизу. А третий храм — это будет сочетание первого и второго, когда будут строиться люди и сверху. Поэтому праздник Суккод является праздником встречи, когда два стремления — Бога вернуть в наш храм, и нам, по стройкам, соединяются вместе. Брахавы от слаха, хорошего праздника! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok